здравствуйте спасибо большое что пришли небольшая пометка по предыдущему объявлению шаману пожалуйста будем не бить так окей меня зовут андрей я сейчас работаю чат или дом в новом проекте тинькова ну они пока еще никто не слышал вы скорее всего слышите только в конце марта окей значит сам по себе я больше всего специализируясь в тестопс ну то есть по сути это кей и плюс девопс и поэтому я хочу поговорить сегодня с вами о сервис discovery который это по сотей паттерн который нам понадобится для того чтобы наша инфра как бы помогала нам тестировать они наоборот стреляла то есть к примеру допустим я до этого работал в сами тиньков то есть это small medium enterprise и там были постоянные проблемы с тем что три тестовых контура ну все три чаще всего частично лежат все не знают что делать как найти где что упала и этот не то что вы починить а чтобы понять вообще что случилось поэтому давайте начнем так сейчас секундочку давайте обозначим основные проблемы которые у нас есть то есть у нас есть проблемы ссылками на тестовых стендах то есть представляете у вас допустим банковская банковская система у вас как минимум там ну сервисов 7 крупных точно будет уже молчу про микро сервисы и у них у всех есть свои endpoints которые там будет допустим там origination . там скажем q1 или q3 и там очень длинный индекс это конечно весело но что произойдет если кто-то поменяет что-то в этом или ошибется естественно если все пойдет нормально то ваш тест просто не стартанут а если что-то пойдет пойдет не так то вы попадете к соседям и будет еще хуже так потом часто бывает что вы пытаетесь обратиться к какому-нибудь сервису он вроде вам все время давал выше двухсотки и ниже там скажем 4 4 сотки а он вам бац пятисотку а потом вроде опять нормально работает ну такое тоже бывает потом я как бы не очень давно разговаривал со своим коллегой из сбера когда они тестируют большое ядро так как у них сам сбал собирается минут сорок то естественно там запускается огромное количество тестов параллельно и они занимаются написанием такого инструмента который смотрит сколько процентов успешно и сколько не успешно и если допустим до нормы дотягивает то можно катить впроду но я считаю что вот эту параллелизацию можно слегка улучшить и да очень часто как бы qa и когда пишут там какие-нибудь авто тесты могут случайно спалить креды там от каких-нибудь сервисов и это просто сейчас происходит так и как думаете что она может помочь конечно же кубернец это шутка ладно нет серьезно кубернец он может помочь но опять-таки не все потянут его потому что требуется достаточно количество девопсов и именно понимание как все это инфра работает потому что как бы среди всех инфраструктуры есть как бы инфра 1.0 когда были голые сервера сервера голые железки как-то соединялись друг с другом инфра 2.0 когда придумали виртуализацию и мы получили тот же самый openstack и что-то подобное и получили виртуалки и 3.0 там где у нас полностью контейнеры и чаще всего которые вообще находятся не на нашей стороне а где-нибудь там в весе google клауде или еще где-нибудь так ну что нам нужно сделать значит давайте составим план нам нужно сначала выбрать платформу на которой будем все это реализовать смысл в том что что имею ввиду под платформой то есть уже этот функционал есть в некоторых продуктах остается только выбрать правильный чтобы допиливать меньше потому что допиливать всегда дорого потом нужно собственно понять что нам допилить кстати это моде с индусом не просто так окей дальше определить критичных производительности места ну то есть система по функционалу это конечно хорошо но бывают такие места где приходится от нее отказывается из-за того что она просто не тянет так потом до нужны хороший инструмент который хорошо интегрируется с платформой и сделать систему самодостаточной то есть что я имею ввиду не нужно постоянно мониторить эту систему потому что иначе вы получите еще одну систему за которую нужно постоянно смотреть и и как бы так можно все полимеры сами знаете так окей давайте перейдем к выбору платформы то есть у нас есть из таких очень популярных тот же самый консул и эти сиди то есть я больше отдаю предпочтению консулу потому что в нем есть функционал ведения сервисов то есть она работает также с инфрой 1.0 2.0 насчет инфры 3.0 это можно сказать переходная часть то есть консулом уже практически там не пользуется там в основном позиции есть его что касается 2.0 которая самая распространенная инфра то там это очень хорошо играет именно на этой инфре потому что также интегрируется с волтом а волк это у нас система хранения секретов ну то есть смысл в том что у всех есть как бы креды эти креды храдя хранятся волк волки волк просто привязывается консулу и когда нужно обратиться куда-нибудь что секрет он подсовывает сам и просто к нему доступ не получить ну а эти сиди его конечно можно подшаманить и настроить но пусть он будет делать то что должен делать то есть работа с кубером окей а теперь что будем допиливать так как в консуле есть функционал health check of то есть по дефолту он поддерживает http health check и то есть по сути делает get запрос если ответ выше 4 сотки то он метит сервис как недоступный и мы этот сервис тогда не трогаем но есть проблема в том что у некоторых есть такая штука как load balancer за которым находятся все сервисы и как бы к вей туда не пускают в таком случае вам нужна какая-то авторизация и поэтому нужно писать свой клиент для того что то есть клиент писать я вам чуть позже покажу как так ну и естественно когда мы будем писать клиент мы можем туда прицепить центре работал уже с этим инструментом отлично но чисто для справки центре такой инструмент который подрубается к любой системе на практически на любом языке собирает все инциденты о падении лагирует их по времени ну по таймлайну то есть сюда можно понять когда это произошло и что именно случилось и так как у нас есть этот прекрасный функционал то мы можем его включить как раз таки наш клиент для health check of и авторегистрация сервисов то есть этот функционал нам нужен для того чтобы постоянно руками ничего не делать так сейчас секундочку а теперь да то что говорил о консоли именно как он это делает то есть консул умеет вызывать какой-нибудь ну смысле открывать какой-нибудь бинарник например там может курл дернуть может в гет может чего угодно вообще сделать и это как раз таки нам дает свободу для того чтобы писать свои клиенты как бы не особо трогать код самого консула так ну вот собственно из того что он не умеет мы будем пытаться реализовать еще секунду купцы подон ну вот допустим для того чтобы сделать авторизацию для наших сервисов чтобы консул постоянно спрашивал нас наш сервис но ему не приходило там над авторайст мы делаем примерно так это код на гол просто что первое в голову пришло на тему написал собственно что мы делаем мы делаем простое вызов и как бы сохранение этого токена то есть так как у нас система с gvt вот тут я просто получают gvt и дашь переиспользую уже в следующих запросах например вот так вот чтобы проверить допустим то что у нас паз грани умерла сначала нужно определить алгоритм что мы должны сделать мы значит должны подключиться к паз гре сделать простенький селект и просто отключиться от нее то есть почему именно так самая самый смысл health check of ни в коем случае не быть инвазивными то есть не мутировать данные потому что если наши хелф чеки начнут мутировать данные то они бесполезны вреда от них будет больше то есть что у нас тут получается ну мы объявляем сервисный url и собственно вот у нас query идет базе данных все закрывается и и если допустим у нас что-то пойдет не так что то этот скрипт выйдет с кодом выше нуля ну то есть с ошибкой и консул расценит это за падение и все мы сразу будет появится запись в центре то что у нас было то дата падения и мы всегда можем понять не то что что он упадал а то что он падал это понятно а когда она падала окей и вот это вот как это все в большом куске выглядит так как вон те клиенты были написаны в отдельном модуле ну для расширяемости то тут вас просто как этот мэйн есть ног может быть кто это на джаве пишет там помните паблик статик воет мэйн как раз то же самое только в гошке и собственно там у нас этот конфиг куда задается где у нас этот консул висит и и собственно получается кей валю клиент он забирается информацию о сервисов которые у нас зарегистрированы а в кей валю и превращает их как раз таки в сервисы ну и на консул сервисы которые начинают как бы пости наши сервисы и снизу идет как бы выбор потому что когда мы регистрируем наши сервисы в кей валю то мы указываем какой протокол и как с ним работать ну правда тут еще не дописал на grpc но это позже так и примерно сам оркестратор то есть проще уже как бы нельзя было сделать то есть так как у нас библиотека есть практически на любом языке который можно заимпортировать то здесь у нас объявляется собственно ну место где этот консул нас висит потом собственно мы регистрируем сам сервис но эндпоинт эта моделька там в принципе можете ее как хотите сами определить то есть я например указал одни параметры вы можете другие параметры но выбирайте так что для вас именно важно и собственно эта штука по крону каждый там 10 секунд обновляет ну приводит все что в кей валю было по сервисам то что вы объявили этот превращает это в сервис но а каждый сервис уже вызывает тот бинарник который в go ну скомпилированный потом если вы подумаете что ой не то пардон если вы подумаете что как бы устанавливать и разворачивать консул и волк это сложно на самом деле это неправда вы можете это сделать всего одной командой просто переходите на по этой ссылке берете эту репу ставите себе ansible ну там допустим apt-get install ansible или brew install ansible кто на чем больше любит и ansible playbook минус i ну в смысле инвентаре где вы указываете какие на какие хосты это развернуть и указываете вот этот вот основной ямл и все просто наслаждайтесь установкой то есть это больше не больно как было раньше и да спасибо за внимание наверное у вас остались какие-то вопросы и я был бы рад на них ответить вижу зрели но тут зависит от того насколько насколько хочется то есть опять таки смотрим если у вас инфра позволяет в плане сети можете почаще сделать если у вас допустим там openstack с криво настроенным цехом тогда лучше пореже потому что как бы вам эта сеть начнет грузить если допустим сделать даже проверку раз в 30 секунд то этого будет достаточно для того чтобы всегда понимать и я кстати забыл договорить зачем эта штука еще может использоваться это просто обязательный компонент любого генератора то есть если у вас есть какие-нибудь генераторы данных которые генерируют там скажем данные для банковской сферы это значит о том что вам сначала нужно сгенерировать данные и разнести их по всем системам и как раз health check вам поможет чтобы разнос был без проблем и если разнесение данных не удалось то инвалидировать те данные которые были разнесены чтобы коллизий не было не было ну и что